Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Мусорная реформа 2.0. За что еще придется платить саратовцам? Откровение Алексея Прокопенко, бывший ситименеджер в эксклюзивном интервью «Взгляду.Инфо». Элитный забор. Кто и зачем провоцирует жителей Зеленой долины? Проблемы обманутых дольщиков стали одной из тем обсуждения на 58-м заседании Ассоциации законодательных органов власти при Волжье. Мероприятие прошло в четверг в Саратове под руководством полпреда президента Игоря Комарова. На сегодняшний день в Приволжье насчитывается более 40 тысяч пострадавших семей, а число долгостроев перевалило за 600. Но визит начался не с обсуждения проблем. Полпреду показали новый аэропорт «Гагарин». Полпред президента ПФО Игорь Комаров прилетел в Саратовскую область в третий раз, но в аэропорту «Гагарин» приземлился впервые. Его экскурсия по современному терминалу началась с интерактивного музея. Первая деловая встреча с волонтерами проекта «Разделяй» состоялась тоже здесь. Затем Игорь Комаров вместе с губернатором Валерием Брадаевым подвел первые итоги работы нового аэропорта. Вы сколько работаете в полном объеме? 20 августа. Мы сделали причину в воду. Тут 2 километра до воды. И можем любую точку или базу до пересараться. Сколько времени до центра города? До центра минуты 40. Хорошо сделать. Где-то? Потому что, конечно, аэропорт «Гагарин» такая тема ответственная. Очень ответственная. Нужно сделать, конечно, хорошо. Свой рабочий визит полпредпрезидента продолжил в Поволжском институте управления, где прошло 58-е заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов при Волжье. На повестке дня решение проблем обманутых дольщиков. Подобные площадки, по мнению участников, дают возможность обмена опытом, так как вопрос по-прежнему актуален для всех регионов округа. Понятие проблемный объект теперь же предельного законодателя. для обеспечения прав борщиков – это крайне важный момент. Теперь гражданинам не требуется подавать заявление для того, чтобы его включили в реестр пострадавших. Если дом призван проблемным, то все граждане, которые заключали договор с застройщиками, имеют право на восстановление своих прав. На федеральном уровне принято решение о показании поддержки регионам данного направления и выделении средств федерального бюджета. На завершение строительства проблемных домов. Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе проблемами дольщиков занимаются давно и серьезно, а потому можно говорить о неплохих результатах. Результат есть. Это касается и законодательного обеспечения, и реального представления жилья, что позволило сократить в число граждан десятилетий международных квартир более чем на тысячи человек. Мы в числе немногих регионов вошли в программу федерального фонда «Дом.РФ». В этом нам помогает спикер Государственной Думы. Наш депутат Вячеслав Викторович Володин. Вот работа наружная карта, которая предусматривает достройку объектов и выплату компенсации дольщика. Всего будет обеспечено жильем порядка 4 тысяч человек, а это 31 квартирный дом. По первой группе объектов 19 домам соглашение уже действует. Вдоль 2022 года жилье получено более 2 тысяч человек. Обсудили на совещании и задачи сохранения природных объектов, в том числе водных ресурсов. Большинство регионов Приволгия расположены на границах Волжско-Камского каскада, потому эти проблемы наиболее важны, считает Игорь Комаров. Еще одной важной теме реализации нацпроектов было посвящено совещанию в правительстве. Председательствуя на нем, Игорь Комаров напомнил, что тему подготовки к исполнению национальной стратегии президента обсуждалась в Саратове в конце января этого года. Палпред предложил сверить часы и обсудить динамику реализации нацпроектов на территории области, а также просчитать существующие риски. В целом, результаты мониторинга показывают, что нацпроекты в Саратовской области реализуются на системной основе. Вместе с тем, хотелось бы обсудить существующие риски по отдельным показателям. В ней большее их количество мы видим по реализации проекта здравоохранения. Это уровень смертности от болезни системы кровообращения. Также обсудить риски недостижения показателей летальности онкологических больных. Выполнение сроков поставки до конца года оборудования для онкологических учреждений. Вопросы укомплектования средним медицинским персоналом. Также вопросы, которые касаются реализации нацпроектов. Демография, экология, жилье и городская среда. По мнению Игоря Комарова, 2019 год стал непростым для реализации нацпроектов. Это было время, подчеркнул он, когда они запускались и корректировались. Особое внимание обращали мы на основные объекты, которые 38, из которых 13 введено. И по 25 остальным мы достаточно подробно остановились по разным сферам. Большая работа ведется для того, чтобы выполнить основные показатели. И я думаю, что люди должны увидеть то, что действительно работа ведется и национальные проекты, те задачи, которые ставятся и выполняются. Подводя итоги визита, Полпред подчеркнул, что несмотря на напряженные сроки и графики ввода некоторых объектов, не должно и не может быть никаких компромиссов по их качеству. В Саратове грядет очередная мусорная реформа. На этот раз она коснется контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. Среди прочего, требования к их внешнему виду существенно ужесточатся. Разработаны даже эскизы того, как должны выглядеть места для сбора ТКО. Своеобразный мусорный дизайн-код заработает весной. Ну а время оплаты всех нововведений ожидаемо ляжет на жителей. С одной стороны самый настоящий офис. Неприступные стены, освещение и даже магнитный замок. А с другой стороны это всего лишь обычная мусорка, но образцово-показательная. Посмотрели, как люди живут? И хватит. Вроде бы окраина, заводской район, Орджоникидзе 44, а совсем другая планета. Но пора спускаться с небес на землю. Родная, привычную глазу картина здесь. Центр Саратова, улица Московская. Ржавый металлический бункер с пересыпающимся через край мусором посреди тротуара. И, конечно же, вереницы мусорных баков вдоль домов на соляной. Зрелище не ласкает глаз, а порой и заставляет вывернуться наизнанку желудок. Свой первый декабрьский снег председатель ТСЖ Детский парк Александр Алексеев встречает у мусорных баков. Объекты постоянного беспокойства и причины бессонных ночей. Недавно он и все его коллеги по управдомному цеху получили письма счастья из городского комитета ЖКХ. Баки вернуть на придомовую территорию, а площадки под ними и вокруг благоустроить. Он с таким трудом добивался их ликвидации с Тесного двора, а теперь все сначала. Во-первых, у нас раньше была площадка под вывоз мусора на территории двора. Но это противоречило законодательству. Законодательство в чем противоречило? Сейчас я вам вот это покажу. Значит, нормы какие. Санитарные правила содержания территории населенных мест. Есть. Санпин. Он, правда, древний Санпин, еще со времен, скажем так, Союза существует. Но его никто не отменял в части. Здесь о чем говорится? Что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, спортивных сооружений, мест отдыха населения не менее чем 20 метров. Ну где вы представляете, на территории двора 20 метров можно установить, куда можно установить эту площадку? Через СМИ мир увидел предложение по благоустройству мусорных площадок. Теперь баки должны стоять на бетонной поверхности. А в зависимости от типа и количества иметь вокруг себя некую металлоконструкцию и располагаться на придомовой территории. Как говорит исполняющая обязанности главы комитета ЖКХ Наталья Даниленко, все это требование новых правил благоустройства. И все должно решиться без особых проблем. Если нет возможности установить обратно во двор, то есть нет и подъезда, то есть можно эту площадку контейнер установить вне территории дворовой. Опять же нужно подобрать, будет место, мы эти места также согласовываем. Если есть возможность, она не занята никакими третьими лицами, можно оформить документы безвозмездное пользование данным земельным участком и, соответственно, установить там эту площадку, но ее содержать надлежащим образом. Механизм переноса площадок с картинки на улицу следующий. Управляющая домом организация согласовывает участок с муниципалитетом и на собранные из жильцов деньги возводят вокруг конструкцию. Мы обратились в строительные организации для расчета стоимости навеса. Первый и самый простой вариант, но без бетонного основания, обойдется жильцам в 17 тысяч, и это только за материал. А вот уже площадка длиной почти 8 метров, сделанная по всем канонам. Тут уже цена приближается к 100 тысячам. Форма этих укрытий для баков не имеет ни отдельных дверей, и защиты от рассыпания мусора по двору. Однако, комитетом по архитектуре согласовано. Ну, смотрите, в плане защиты от животных, все-таки там есть ограждение. Понятно, что мы не можем закрыть абсолютно в полную коробку, это невозможно. Поэтому ограждение, как по трем сторонам и сверху навес от птиц, например, я думаю, что это как бы будет защищать. В плане того, что если будут переполнены, ну, во-первых, есть опять, есть это ограждение, есть территория, на которой размещены эти мусорные контейнеры. Я думаю, что как бы, так как есть ограждение, вряд ли это хотя бы будет находиться за пределами этой территории. И это будет уже как минимум спасать ситуацию. Содержание территории таких площадок, опять же, бремя жильцов, управление отходами, чьи доходы и строятся на всем этом мусоре, в этой пищеварительной цепочке выступает как невинная жертва. По словам заместителя директора по экономике Юлии Медведевой, с их новым тарифом они только сейчас вышли на уровень собираемости денег 85%. А обустраивать площадки под собственный бизнес им закон не велит. Мы купили свои автомобили, да, мы купили свою технику, которая занимается мусором. Мы создали комплексы современные по сортировке, по обработке и по захоронению этих отходов. Соответственно, то, что касается контейнеров и благоустройства площадок, опять-таки, у нас есть разъяснение федерального органа исполнительной власти, это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где сказано, что контейнеры и бункеры могут приобретаться как собственниками помещений в МКД, так и органами местного самоуправления, так и рекоператором. Но рекоператор расчет регулируемые виды деятельности. То есть наш единственный источник финансирования исключительно тариф. И, опять-таки, согласно основам ценообразования и обязательствующим указаниям ФАС России, у нас затраты на приобретение контейнеров могут составить не более 1% от необходимой валовой выручки. То есть, допустим, на 2019 год это составляет порядка 16 миллионов, и при средней цене в 10 тысяч за контейнер можно приобрести 1600 контейнеров. Это позволит нам обеспечить только на 7% всю потребность, которая у нас есть. Как говорит депутат Евгений Чернов, благоустройство площадок возможно и за счет городского финансирования. Накануне он внес поправку в муниципальный бюджет о выделении 10 миллионов рублей. Чтобы мы начали выделять бюджетные денежные средства на то, что нам принадлежит, и то, что мы обязаны делать по закону. То есть мы их должны обустроить. Это жители не должны за это платить в данном случае. А потом их передавать уже в нормативном состоянии в аренду, и они пусть их дальше уже поддерживают и содержат. Многие жильцы становятся свидетелями, как мусоровозы небрежно сминают уже выстроенные конструкции вокруг баков. Их в свое время делала компания «Мехуборка» – предшественник регоператора. Новые площадки может ждать такая же участь. Наверное, практический опыт говорит нам о том, что мёд ничего не будет, поскольку практика установления ракушек, в том числе и по московскому кругу, и многим другим субъектам. Соответственно, это предотвращает попадение атмосферных осадков в отходы. Это отходы более высокого качества, и тем самым можно будет больше отсортировать надлежащие фракции того или иного отхода. При этом регоператор не прогнозирует повышение тарифа в связи с благоустройством мусорных площадок, по крайней мере, до конца года, а содержание и так входит в оплату жилья. Она не должна повышаться, потому что она изначально уже в тарифе присутствует. Это обязательные работы, которые должны будут проводиться в весенний, вернее, в летний период, в зимний период. Эти все наборы работ, он присутствует. Таким образом, кормушки не только для собак и птиц скоро обретут уютные дома из болтов и железных листов. Вплотную заняться этим вопросом управляющим компаниям рекомендовано. С весны следующего года. Бывший ситименеджер Саратова Алексей Прокопенко готов пройти проверку на детекторе лжи вместе с экс-прокурором области Владимиром Степановым и его заместителем Олегом Световым. Последний сейчас занимает пост зампрокурора Пензенской области. Об этом экс-градоначальник сообщил в эксклюзивном интервью информагентству «Взгляд.Инфо». С бывшим ситименеджером мы встретились на этой неделе. Поговорили о его исчезновении, уголовных делах, времени, проведенном в СИЗО, судьбе обращений к президенту, ну а также о роли верхушки областной прокуратуры во всей этой истории. Алексей Прокопенко считает бывшего главу областного надзорного ведомства Владимира Степанова основным виновником своего уголовного преследования. Предлагаем вам самые интересные моменты беседы. Я трижды обращался к президенту Российской Федерации по поводу той ситуации, которая сложилась у нас во взаимоотношении с прокурором на то время Степановым. И все три раза это было просто проигнорировано. Для меня, конечно, это было вообще, ну скажем так, очень сильное удивление. У меня были с ним очень такие нормальные отношения, ну рабочие отношения. И поступила однажды просьба, которую озвучил зампрокурор Световой о том, что прокурор областный Степанов просит отказать там одной строительной компании, в которой имеет отношение депутата Владимира Дома Курехина Сергея Георгиевича, там в измене видоиспользования. Вот. Я просил паузу, посмотрел. Все было законно. Оснований для отказа не было. О чем я, собственно, и сказал. На что, собственно, уже опять стали более требовательно просить. О том, что надо сделать, что это ручная просьба. Это как было? Звонили, он приглашал. Не, зачем? Световой. Второй раз мы встречались, да, и он уже так более требовательно попросил, и сказал о том, что я могу лишиться дружбы, и у меня будут неприятности. Вот в таком духе был разговор. Вариантов не было, собственно. Надо было поступать по закону. Ну, то есть уголовным преследованием тогда вас не пугали? Мне пообещали неприятности. Неприятности пообещали. И, собственно, они тут же и начались. Сначала вот как это вот. Квартира учительская, потом, значит, это новострой, ну, а следуем еще вот это. Причем все было настолько, это как-то сделано показательно, что даже мне вот оба первого, второго дела, приговор объявлялся в день рождения обязательно. Подгонял все это. То есть мне каждый раз показывают, что это не просто так, что это не случайно. Что это сделать? Никакой реакции нет. Все все понимают. Так вот сталкиваешься с сотрудниками правоохранительных органов, которыми сейчас вот я общаюсь там с разными. Ну, все так, ну, что, так, пожимают плечами, говорят, ну, это что, политика? Ну, так вот. Там ведь в чем вот причина вот такого реакции была? Дело в том, что люди в серьезных погонах, это же особые вообще, в принципе, как бы вот люди, они же не привыкли получать ответ в чем-либо. Их любая просьба должна восприниматься как приказ. Пятки должны сверкать. А тут какой-то городской дворник вдруг что-то вздумал сказать нет. Это как-то... Мне кажется, сначала это вообще вызвало удивление, а потом раздражение, гнев и, собственно, наказать, растоптать. И другим, чтобы было неповадно, да и этому объяснить вообще, кто он такой. Вопрос на самом деле очень простой. Я занимал серьезную должность и обвинил в серьезном нарушении злоупотребления, как минимум, властью прокурора области. И по идее, но власть должна отреагировать, правильно? То есть они должны проверить нас, проверить... Есть же детектор лжи, да, где-то проверить меня, Степанова. Если я лгу, то, значит, нужно меня призвать к ответу. Вы готовы пройти? За ложь, безусловно. И должны за ложь меня тогда, значит, наказать о том, как так я клевещу на уважаемых, серьезных людей. А если нет, ну тогда, значит, нужно разобраться во всем. Что за дела были, какие они дела, что там в них происходило, как и тогда люди должны принести ответственность. Ведь я же говорил о том, что ведь проблема не только в самом Степане. Проблема в том, что это десятки людей, которые в это дело были замешаны. Которые совершали подлоги, фальсификации, совершали противоправные незаконные действия. И они это делают и считают, что это уже норма. Что человек с большими погонами может дать задание незаконное. И ты обязан его выполнить. Если не хочешь сам себе неприятности, он тебя не выгонит. И, представляете, получается, прогрессия такая. Сам он потом начинает себя вести, потому что все так себя ведут. И так далее, и так далее. И мы, получается, живем так, как мы живем. И мы живем так, как мы живем. Вот такие вот мы. В чем конкретно бездействие прокурора Филипенко, о котором вы также говорите? Бездействие следующее. Дело в том, что по поручению администрации президента необходимо было провести расследование моего заявления. И как минимум, я хотя бы даже нужно было просто опросить вообще. Хотя бы встретиться, сказать, слушай, а что ты вот с чего взял? Как произошло? С вы даже ни разу никто не разговаривал. Восемь месяцев прошло. Ничего не спросил. Я так понимаю, что от этой проверки, от этого, вот, все вот прямо вот четырьмя лапами отодвигаются, только чтобы вот оно не произвести. Потому что, если это только начнется, то дальше уже, конечно, пойдут непредсказуемые последствия. А какие они последствия? О том, что опять начнут разбираться с тремя делами. Кстати, по второму делу я сейчас подал кассацию. И, конечно, это бездействие. То есть, я так понимаю, но не каждый день у нас публично обращается к президенту. Да еще с такими обвинениями. Полную версию интервью с Алексеем Прокопенко смотрите на сайте наших коллег информагентства «Взгляд.Инфо». Жителям Иволгина построят новую дорогу до детского сада. Дошкольное учреждение заработало в этом году. Все это время взрослым с детьми приходится преодолевать множество препятствий, чтобы добраться до пчелки. А именно такое название носит новый садик. На сегодняшний день реализации проекта мешает забор. Речь идет об ограждении элитного коттеджного поселка «Зеленая долина». В городе он также известен как прокурорская рублевка. В одной из наших программ мы уже рассказывали о «Зеленой долине». Именно там проживает высокопоставленный сотрудник областной прокуратуры Олег Петров. За особняк и землю под ним начальник управления по контролю за исполнением федерального законодательства в свое время заплатил всего одну тысячу рублей. В надзорном ведомстве подобное назвали маркетинговым ходом. Вот так в обход через поле каждый день работники детского сада, родители и малыши вынуждены ежедневно добираться до пчелки. Негодование людей понятно. Вот почему в круговую люди два километра с такими маленькими детьми будут идти? Ты ходишь по дороге, здесь снега полно, никогда не чистят эту дорогу, никогда. Вот я пешком все время хожу. И тротуар, и дорогу эту не чистят. Один раз в зиму, если почистят дорогу, то это для нас праздник. Мы сотрудники детского сада, например, у нас тоже дети. Мы переходим дорогу. Как нам переходить дорогу? Светофор. Сход жителей Иволгина прошел во вторник. Сейчас принято решение организовать временный подход к детскому саду. Тропинку из плит кладут вдоль улицы Усть-Курдюмская. Не самая лучшая альтернатива, но какая уж есть. Как и обещали чиновники, за дорожкой будут следить. Вот и после первого обильного снегопада плитку чистят рабочие. А это та самая зеленая долина и тот самый забор. Улицы Нижняя Сорговая и Михайловская. Именно здесь произошел самозахват городской земли. Занимаясь темой, подняли все документы землеотведения под дорогу, которая там была в проекте планировок. И мы видим, что земельный участок находится в других размерах. И по сути, по факту, это произошел захват земельного участка муниципального с установкой забора. И наша позиция одна. Не вопрос к тому, кто живет, а вопрос к тому, кто строил, кто сдал. Мы эту позицию будем отстаивать. У нас там были встречи. Моя тоже позиция была. Вы послушайте людей, которые говорят, что им необходимо пройти в любое время года до детского садика с ребятишками. Позиция тех, кто живет в коттеджном поселке. Они не собираются ничего делать, даже не обеспечить подходные пути до детского садика. Поэтому у нас один путь – это идти в суд и отставить свой интерес. Убирать этот забор, потом заниматься проектированием дороги, когда у нас земельный участок высвободится с последующим строительством. Для жителей Зеленой долины история с забором, похоже, стала неприятным сюрпризом. Более того, сейчас владельцев особняков пытаются втянуть в искусственно спровоцированный конфликт с жителями бюджетного Иволгина. К такому выводу пришли наши коллеги из «Взгляда.Инфо». В роли манипуляторов выступает медиа лояльной главе областной прокуратуры Сергея Филипенко. О бытовом споре из-за забора писало издание «Четвертая власть». В субботу, 30 ноября, ресурс возвестил. Жители Зеленой долины возмущены превращением их поселка в промзону. История появления коттеджей на бывших землях ОПХ «Волга» сама по себе любопытна. И «Взглядовцы» подробно описывают ее в своем расследовании, отмечая при этом особую роль, которую мог сыграть высокопоставленный сотрудник облпрокуратуры Олег Петров, также житель Зеленой долины. Издание предполагает, что именно наличие в числе собственников представителя надзорного ведомства помогало и до сих пор помогает прокурорскому ОКУ не видеть очевидные нарушения и странности при строительстве поселка. Отсюда и медийная атака на инициативу мэра построить на месте забора дорогу до детского сада. Сейчас эта разбитая грунтовка, выпавший снег, немного заровнял кочки, и нам удалось по ней проехать. Когда ограда вернется в установленные границы поселка, появится возможность не только уложить здесь асфальт, но и обустроить полноценный тротуар. Нам плиты или нам физически этот забор не нужен. Мы это все уберем, если они сами не будут делать какое решение суда будет. Они это будут делать, обяжут их, или это мы будем сделать, потом выставим им еще. Нам вот сам забор не нужен. Мы его отдадим пользователям коттеджного поселка. Пусть они его восстанавливают на границе своего земельного участка, который выделен под этот поселок. Новый делают, как угодно. Но нам нужно расстояние нашей муниципальной земли, которую в проекте планировки под дорогу. Таким образом, мэр Михаил Исаев публично подтвердил, что никто не собирается делать проходной двор из Зеленой долины. Тогда зачем все эти манипуляции и попытки спровоцировать владельцев коттеджей на протест? Такой симбиоз по меньшей мере странен. Союз Государева Ока и бывшего участника протестных акций. Каких-то семь лет назад именно Вадим Рогожин на митингах оппозиции громил власть. С трибуны обвинял в незаконности избранных составов Госдумы, призвал к недопущению Владимира Путина до президентских выборов и проведению массовых акций гражданского неповиновения. Так ради чего провоцируют жители Зеленой долины? Или ради кого? На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...